8 декабря 2023 года в детском лагере «Лесная сказка» яблоку было негде упасть. Основная причина – долгожданное открытие бассейна. Мы вошли в программу развития Соликамского городского округа. И такая огромная, яркая точка – это наш бассейн «Новая волна». Новая – это новая жизнь нашего бассейна. Первый раз он простоял 50 лет. Хочется, чтобы после капитального ремонта он простоял еще дольше. Отметим, ремонтные работы проходили за счет средств регионального и городского бюджетов, что и стало причиной обращения внимания контрольно-счетной палаты. Специалисты провели проверку целевого и эффективного расходования средств бюджета, направленных на капитальный ремонт бассейна. Все оказалось не так благополучно, сообщил председатель КСП Игорь Баженов. В 2022 году заключен договор с обществом Техноталь на капитальный ремонт. Стоимость работы определена в размере 33 миллиона 200 тысяч. Срок выполнения до мая 2023 года. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, заказчик направил в адрес исполнителя 10 претензий в село на общую сумму 190 тысяч рублей. На момент проведения проверки исполнитель не оплатил штраф ни по одной претензии. Итоги проверки были озвучены на очередном заседании депутатской комиссии. Основной вопрос, который подняли депутаты, вернет ли заказчик деньги в бюджет. А как считают специалисты КСП, заказчикам приняты не все меры, чтобы привлечь подрядчика к ответственности. Есть договор, в котором приписаны условия, в соответствии с которыми заказчик выставляет претензию. Сейчас речь идет о том, что дальше при выставленной претензии у нас нет никаких действий в связи с тем, что сторона, к которой мы выставили претензию, она никак не отреагировала. Претензионная работа продолжится, говорят в управлении образования. И к этому вопросу народные избранники вернутся в апреле. Остальную информацию о проверке, а именно, было озвучено, что в ходе ремонта срок выполнения работ дважды продлевался на снивании заключенных дополнительных соглашений. Также увеличилась общая стоимость капитального ремонта здания бассейна. С учетом выполнения дополнительных работ она составила 33 млн 586 700 рублей. Все это изложила контрольно-счетная палата, а парламентарии приняли к сведению.